Родина, Отчизна, Отечество. В истории России лишь две войны называются отечественными. Великая Отечественная война 41-45 годов и Отечественная война 1812. Называются они так, потому что от победы в этих войнах зависела судьба всего нашего Отечества. Его независимость, его суверенитет. Наша игра в этом году посвящена одной из них, Отечественной войне 1812 года. Поэтому есть несколько нововведений. Во дворочных турах вы через все это прошли. И кто знает, возможно здесь тоже немного нам придется удивиться. Но пока никаких удивлений. Мы начинаем игру в младшей возрастной категории. На сцену поднимаются первые тройки игроков младшей возрастной категории. Дружина 11-го лицея, дружина гимназии 63 и дружина 83-й гимназии. Добро пожаловать на сцену! Не торопясь поднимаются на сцену дружинники. Чего-то боятся возрастно, чего-то стесняются. Нечего здесь стесняться. У вас все получится. Вам обязательно улыбнется удача. Хотя не только от удачи здесь все зависит. Важны, конечно, ваши знания. Важна, конечно, ваша серьезная подготовка. Но вот пока, пока речь только об удаче. Потому что традиционно этот этап мы начинаем с жеребьевки. Матрешки внести. Представитель от каждой дружины выбирает одну матрешку. На ее дне находится циферка. Это номер последовательности, в который вы будете получать задание. Дружина, у которой цифра 1, подходите ближе ко мне. Дружина с номером 3 в дальнюю часть, туда, где пока еще 3 небольших герма русский мир. Если вам на матрешке досталась цифра 2, вам нужно оказаться посередине между дружинами. Вот, теперь, по-моему, разобрались. Давайте попробуем уже выяснить так, чтобы все точно знали. Представители какой дружины? Люди вспомнили, в какой школе они учатся. Дружина 80-й гимназии будет отвечать на все вопросы со всеми заданиями в первую очередь. Дружина 11-го лицея вам фактически золотая середина. Дружина и дружина гимназии номер 63. Вам в последнюю очередь будут доставаться все ваши задания. Гербы дружин участниц младшей возрастной категории на сцену внести. Именно эти гербы вам придется защищать прямо сейчас, я бы даже сказал, необходимо. Более того, на этих гербах уже через несколько мгновений окажутся наградные ленты. Я на всякий случай напомню, вдруг по прошествии пары-тройки месяцев с отборочного тура, с районного этапа, вы что-нибудь да подзабыли. Итак, наградные ленты оказываются на ваших гербах. И здесь же, на эти наградные ленты мы будем укреплять ваши награды. Если вы правильно отвечаете на вопрос, верно справляетесь с заданием без подсказок, без проволочек, вы автоматически, вам присуждается основная награда нашей игры, это орденская звезда. А если вы воспользовались подсказкой или дали ответ, ну, не совсем полный, вам достается медаль. Причем, обращаю внимание, звезда это два балла, а медаль приносит вам один балл. Ну и, наконец, высшая награда нашей игры, приносящая вам три балла, которые можно получить только один раз в течение игры в третьем поединке, это Георгиевский орденский крест. Надеюсь, у вас будет побольше наград, большего номинала. Наградные ленты на гербы укрепить. В подозрительной тишине все происходит, пока эти ленты еще пусты. И даже несмотря на то, что один столицей, казалось бы, уже ответил на один вопрос, даже у них на гербе пока еще нет ничего, все нужно заработать по полной программе именно в течение наших поединков. Итак, переходим к игре. Вот сейчас уже ни пуха вам, ни пера. Все-таки отправили меня туда, куда не хочется уходить. Меня зовут Кирилл Родин, последнее, что сейчас скажу, а главное это поединок. Первый бой, первый. Мудрость народа всегда передавалась из поколения в поколение. Сейчас мы постараемся подчеркнуть ее, можем подчеркнуть из книг, а раньше это происходило из уст в уста. Люди общались друг с другом и иногда говорили даже не загадками, а пословицами и поговорками. Ну, вы все прекрасно знаете, ваша задача вспомнить вторую часть пословицы. Карточки с пословицами раздать. Напоминаю, дружин будет 30 секунд, чтобы это сделать. И вам напомнить про подсказки или вы все и так знаете? Зрительный зал старается не пользоваться, не подсказывать дружинам вообще. А я чуть позже вам обо всем расскажу. Время пошло. Время пошло. Суды, потому что дружина уже давно ничего не обсуждает, видимо, ответ найти было несложно. Но на всякий случай я здесь напомню, что такое подсказки. В течение игры один раз можно взять подсказку зрительного зала, если вы сами не готовы ответить. Кто-то из зрителей поднимет руку и поможет вам ответить, но при этом вы заработаете только один балл, то есть медаль. Можно воспользоваться другой подсказкой, тоже один раз за игру. Называется она «Вольный казак». Не можете ответить на вопрос, мы находим ответ, я вам его озвучиваю. И кто-то из ваших друзей поднимается на сцену и отвечает на совсем другой вопрос, связанный с казачеством, не только с уральским, вообще с казачеством. И при этом, при правильном ответе, приносит ваше дружине звезду. То есть два балла. Так что судите сами, напоминаю, каждую подсказку можно воспользоваться только один раз. Ваша пословица начинается так. Всякому овощу нет ответа. Вы можете, вот я сейчас рассказывал о подсказках, если нет ответа, можете воспользоваться подсказкой зрительного зала. Или если вы не воспользуетесь, то ничего не заработаете, а так вам что-то это даст. Но я не буду вас уговаривать. Воевода сказал «нет», значит «нет». Всякому овощу, всякому ово... Да нет ответа нет. Это мы поняли. Всякому овощу свое время. Сдвигаемся дальше. Дружина одиннадцатого лицея, ваша пословица звучит так. «Видит око...» «Да зуб не имет». Первый правильный ответ на сегодня. Будем надеяться, что не последний. Дружина гимназии на 63. В одно ухо влетело. И с другого вылетело. А в другое вылетело. Я думаю, принимается как правильный ответ. А это означает, что дружины одиннадцатого лицея, 63-й гимназии получают орденские звезды. Вот всеобщие аплодисменты. Карточки с пословицами собрать. Двигаемся дальше.